доброго всем дня вы на канале вязание путешествия и с вами наталья сегодня я хочу рассказать еще в одном своем увлечении правда увлечение было очень долгим очень недолгим но зато тут недолгий срок которым я увлекалась и очень много приобрела себе как всегда это моя проблема но не проблема но я когда чем-то начну увлекаться я быстро все собирают для того чтобы развивать это увлечение ну как-то из всех моих увлечений наверное это было самым недолгим вот тут стоит бобина с джутом у меня такая не одна бобина несколько бобин но я думаю когда-то я применю я расскажу для чек куда я планирую применить вот такая вот бобинка это мне прислали из я выписывала это я покупала в москве а это я выписывала из калуги мне женщина присылала я списывала с ней вот это джут вот этот джут он разная разного толщины ну джут это натуральное волокно это выращивается такое растение джут и из него делают такое волокно самый толстый это джутовые канаты их применяют до в школах есть канаты есть на флоте морском канаты делаю также из джута мешки вот ну и еще всякие украшения разной толщины вот посмотрите вот здесь джут такой толстый а вот здесь джут сейчас его вытащу вот такой вот видно вот такой тоненький вот для чего мне был нужен джут я не буду я просто расскажу в двух словах что это такое как как это вот буквально в двух словах как это делается к сожалению я делал очень недолго немного но значит так убираем джут и я рассказываю вот у меня есть вернее у меня есть одна и я целого подруги чтобы показать вот это салфетница вот это самая первая на кривая косая но у меня здесь была не очень хорошая проволока она перекушенная но все равно она достаточно миленькая очень симпатичная это первое это проба пера я еще ничего не умела но в любом случае вот сделала она у меня стоит в кабинете я там салфеточки держу когда мы пьем чай она очень миленько смотрит а вот эта салфетница то который уже более не менее получилось прилично сделана она из джута вот это тоненький джут это вот тот джут вот такой толщины вот за что как это делается это рисуется вот у меня есть такой образец нарисованной вставляется файл есть специальный клей вот такой титан этот клей она любья наливала в баночку с тоненьким носиком есть такой клей с тонким носом и прям вот так проводится по по линиям до клей наносится джут и обязательно он очень ворсистый вот вот такой вот прям ворс на него вот он видно видно по моему ворс вот чтобы вот этот ворс не торчал вот он барсинки такие торчат вот чтобы он не торчал во все стороны его промазывают тоже этим клеем и потом выкладывают вот полосочку выложили следующий помазали прям приклеивают к этой полосочки вот так приклеивают всю целую верхнюю часть ветки проклеивают здесь вот эти места где находятся камешки или бусинки проклеивают как следует чтобы вот изнутри покажу вот они у меня вот здесь все заклеено вот эти вот бусинки вот они камешки и бусинки прям вот так заклеивается вот а потом на наклеивают уже когда готово все значит потом промазывается специально вернее когда готовы две части они отклеиваются много очень клея весь клей обрезается вот здесь собирается клей весь весь обрезается тоненькими ножницами затем делается донышко из джута затем к этот каркас металлический тоже обрывается джутом и все это собирается собирается с помощью вот этого вот клея титаник а потом покрывается лаком ну такое достаточно производства достаточно такой длительная серьезная вот джут имеет такой коричневатый цвет бежевый но чтобы он был белым его в хлорке я покупала вы как это называется белизну белизну и в белизне вот я держала вот это в белизне держала нет он становится а потом покрывается лаком немножко немножечко желтеет но тем не менее вот он не может быть совершенно белым вот он такой есть так и я хочу рассказать о салфетницах я сделала всего наверное штук восемь или десять и не помню значит одна салфетница у меня уехала во владивосток подарили я две салфетницы у меня уехали в канаду одна у меня в австралии и одна еще по-моему в чехии нет в германии вот ну и в россии и в москве у меня осталось наверное штук пять салфетниц вот я сделала по моему всего 10 салфетниц у меня такой салфетницу дома нет я собиралась сделать но у меня как-то так не сложилось вот я еще делала вот такие такую бабочку я делала брошку но у меня тоже ничего нет у меня ничего нет нет дома ничего у меня не сжилась я думаю ничего и жута нет и я как бы совершенно спокойно к этому отношусь так что вот из этого джута я собираюсь менять квартиру пока не знаю куда я перееду но я буду переезжать и я хочу вот из этого джута потом связать прихожую ну типа что-то не циновки а что-то типа такого но будем говорить ковра в прихожей чтобы он вот этот ковер ну громко конечно очень сказано что это ковер чтобы он лежал в прихожей перед дверью у меня вот таких 2 2 упаковки 2 2 бобины они по-моему килограмма по полтора но такой достаточно тяжелым что я буду делать из этого джута я пока не знаю я покупала на эту филигрань но так она у меня осталась без дела ну что-нибудь тоже сделаю куда-нибудь что-нибудь свяжу может быть тоже какой-нибудь на пол что-нибудь посмотрим но в любом случае есть пусть будет ну вот и все такое вот маленькое увлечение мое я вставлю в конце видео несколько картиночек несколько фотографий с моим салфетками но они очень миленькие правда вот спасибо за внимание спасибо всем кто пришел ко мне на канал кто увидел мои салфеточки может быть кому-то салфетницы вернее может быть кому-то это захочется посмотреть узнать сделать на самом деле это очень интересно называется эта техника джутовая филигрань в интернете в инстаграме очень много всякой филиграни там делают и шкатулки и салфетницы и брошки и серьги и украшения разные и колье и что только не делают талантливые мастерицы российские если кого-то заинтересует посмотрите сейчас хочу вам сказать всем спасибо всем кто посмотрел ставьте лайки здесь вам понравилось подписывайтесь на мой канал еще я расскажу еще своих увлечениях но как бы увлечения много но вот вязание как-то перебивает все все мои увлечения поэтому подписывайтесь на мой канал я вам буду благодарна если будете ко мне приходить если вы будете отста оставлять свои отзывы нужно ли вообще такие видео рассказывать о том чем я увлекалась и хочу сказать вам до свидания до новых встреч пока пока